Друзья мои, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, какие ошибки допускают девушки при поиске мужа, при поиске того самого одного спутника всей дальнейшей жизни. Я выделю несколько основных ошибок. И начнём с самого простого и самого понятного. Бывает так, что девушки ищут себе партнёра, скажем так, для серьёзных отношений, то есть того самого, за кого можно выйти замуж, совершенно в том месте, где не получится найти такого человека. То есть мы ищем порою не там, где нужно. Это как то же самое, если бы я, не знаю, вот сидела и думала, хочу банан, где вот мне взять банан? Точно, пойду-ка я в свой сибирский лес, там наверняка растут бананы, насобираю себе бананов. И вот я припёрлась в этот лес, хожу ещё, где же банан, где же банан? А может, это банан? А может, этот гриб банан? А может, вот эта шишка сосновая, это банан? И хожу, 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 в итоге что-то собирала, думаю, ну всё, наверное, нашла банан, сто процентов, потому что я точно знаю, что здесь можно найти банан. Прихожу домой, смотрю, что я там взяла, а там не банан, а мухомор, оказывается. Точно так же происходит в сфере отношений, да, когда мы начинаем искать мужчину для серьёзных отношений на каких-то увеселительных мероприятиях, да, на каких-нибудь вечеринках, тусовках, ночных клубах. То есть там, где люди отдыхают, где они веселятся, где они пришли для того, чтобы кайфовать. Они пришли туда не за серьёзностью, понимаете? Они пришли, чтобы веселиться. И это их потребность веселиться. И если вы найдёте себе там даже человека, то, понимаете, он так быстро не переключится и не забудет про свою потребность веселиться. Эта потребность у него останется. И он также с вами в отношениях будет продолжать веселиться. И ни о какой стабильности, верности, надёжности даже не следует думать. Конечно, я согласна, есть исключения. Бывает так, что люди, там, не знаю, раз в несколько лет приходят в какие-то подобные места и там с кем-то знакомятся, и всё у них складывается, да. Но так складывается, опять же, почему? Потому что они редко туда ходят. То есть у них нет такой потребности веселиться, да, хорошо вот так кайфово проводить время. Поэтому, может быть, всё и складывается. А так, тот же самый вот ночной клуб. Девушки пришли отдыхать, парни пришли отдыхать, да, они познакомились. Если получилось, знакомство для отдыха, но точно не для семейной жизни и не для отношений на всю оставшуюся жизнь. Вторая ошибка при поиске – это, как вы думаете, что? Навязчивая идея фикс. Вот это вот «мне срочно нужно замуж, мне обязательно нужны серьёзные отношения, мне нужен какой-то партнёр всеми силами, да, быстрее, я хочу быстрее выйти замуж». И когда вы фиксируетесь на какой-то вещи, да, то у вас и возникают подобные мысли. А я туда пойду, а там будут свободные парни? О, а вот это такое симпатично, у него есть девушка? Ммм, там познакомились, пообщались. А может, это он? Это точно он. А как мы назовём наших детей? Так, а следующим летом мы сыграем свадьбу, а как же мне его удержать? Как же мне его точно так 100%-то влюбить? Я недавно снимала ролик «Шортс» и рассказывала там очень простую суть, что если девушка ищет себе только серьёзные отношения, то я в этот момент понимаю, что эту девушку до этого никто и никогда серьёзно не воспринимал, и поэтому она делает акцент именно на серьёзности. И со мной начали спорить. Ну как же так? У меня вот просто нет времени на то, чтобы ходить на какие-то встречи, свидания. Мне надо сразу понимать, что это всё серьёзно. Или это такой очень хороший способ отбросить тех, кто вот как бы ещё инфантилен, кто, ну, не хочет серьёзных отношений. Ну так всё правильно, конечно. У вас нет времени, чтобы ходить на свидания, у вас нет энергии, нет ресурсов на какие-то встречи, на какое-то общение. И поэтому вам нужны гарантии. Гарантии того, что вас условно в этот раз опять не поматросят и не бросят. То есть вы хотите себя обезопасить, чтобы не было такого, что ко мне отнеслись снова несерьёзно. Если бы у вас не было вот этой вот установки снова, то вы бы даже не фокусировали своё внимание на этом. Потому что, понимаете, кому серьёзно относились, у них даже такой мысли не возникает, что мне нужны именно серьёзные отношения. Они как бы, ну, отношения это и так серьёзно, а как по-другому, да? То есть совсем другое мышление, совсем другая парадигма и совсем другие мысли в этот момент. Поэтому все, кто ищут самых-самых серьёзных отношений, то, ну, умеряйте свой пыл, да? Избавляйтесь от вот этой излишней настроенности, излишней зацикленности на том, что мне нужно именно замуж, мне нужно именно всё самое серьёзное и как можно скорее. Понимаете, то, на чём вы зациклены, то, что вас сейчас вводит невроз, это вероятность того, что это произойдёт в вашей жизни, очень низкая. Потому что у человека в неврозе его желания не исполняются. Ему сначала нужно проработать невроз, сначала избавиться от негативных эмоций, а потом только случится то, к чему он, собственно, стремится. Кроме того, парни, мужчины, они очень чётко видят вот это желание, вот такой вот, скажем, супер-пупер серьёзности. Они его считывают, и они понимают вот эту какую-то неадекватность ситуации. Я только с ней познакомился, а нам уже хочется, чтобы всё было серьёзно, чтобы я уже ей с кольцом тут стояла и с букетом цветов, да. То есть их это очень сильно отталкивает. Я не скажу, что пугает. Нет, это никого не пугает. Это отталкивает, потому что это несоответствие. Это какое-то вообще непонятно что. От меня хотят того, чего я ещё пока не могу дать. Но это не значит, что я никогда этого не дам. Это значит, что сейчас, в данный момент, ещё как бы рано это давать. Да, может быть, когда-нибудь потом я это и дам. Но не сейчас, да. И ещё третья причина, почему нужно избавляться от этой установки, так это потому, что вы в этот момент начинаете искать неправильно. Да, вы в этот момент ищите кого. Ищите не того, с кем вам будет максимально комфортно, не того, кто будет вам подходить лучше всего, не того, с кем вам будет хорошо и классно, да. А вы ищите того, кто согласен на всё прямо сейчас и прямо сегодня. И, соответственно, вы и находите такого. А потом, через пару лет, начинаются вопросики. А почему же так получилось, что мой брак меня не устраивает, что мой муж оказался не таким, каким я хотела его видеть? Так и спрашивается, зачем ты выходила за него замуж? Ну, я очень хотела замуж. Ну, ты хотела замуж, ты получила замуж. Если бы ты хотела найти нормальные отношения, в которых тебе комфортно, в которых тебе хорошо, то замуж за этого человека ты бы не вышла. Понимаете, мы меняем настройки фокуса и получаем в жизни совсем не то, что мы себе напланировали и намечтали. Поэтому отказывайтесь от этой идеи фикс. И третья ошибка, она очень похожа на вторую. Называется она спешка. Это когда вы слишком торопите события. Понимаете, когда вам уже кажется, что вы уже жена, хотя вы только знакомы две недели. И вы начинаете на себя примерять вот эту роль. Ну, я жена, вот, я такая верная, я такая хорошая, хозяйственная, порядочная, выбери меня, да? То есть вместо того, чтобы выстраивать взаимоотношения, делать так, чтобы вам было хорошо и комфортно создавать близость, вы начинаете заниматься какой-то фигнёй, да? То есть вы перестаёте вообще общаться с кем-либо, отказываетесь от всех, кого вы знаете. Вы только познакомились, неделя прошла, всё, вы уже всем написали. Я в отношениях, не пиши мне, не звони, я больше с тобой никогда не буду. Готовите там щи-борщи, все свои дела отложили, всю свою жизнь поставили на паузу. Нет ничего важнее, кроме вот этих вот отношений, вот с этим вот Васей, с которым я познакомилась там пару дней назад. Начинаете думать, а что там подарить его маме на 8 марта и на Новый год? А как мы вместе будем где праздновать? Что я там приготовлю? Какое платье я надену? И понимаете, вы опережаете события. Ведёте себя так, как ещё рано вести. Да, может быть, у вас где-то в фантазиях, вы уже поженились, уже у вас всё в порядке, но в фантазиях у партнёра, у другого человека этого нет. И когда он видит вашу неадекватность, то он так и говорит, она неадекватная. Она хочет от меня то, что ещё как бы я вообще не готов дать. И опять же, это не значит, что он в принципе никогда вам это не даст. Это значит, что вы торопитесь события. Вы пришли в первый класс и говорите, слушайте, я хочу решать логарифмы, дайте мне уравнение по логарифмам. Ну как ты будешь решать, если ты ещё не выучился до логарифмов, ещё не дошёл до них, не дорос. Так же и в отношениях. Есть какой-то период, который вы совершаете другие действия, чтобы дорасти, да, вот этого выполнения каких-то функциональных обязанностей, которые связаны с... которые выполняет жена, да. Сначала выполните функции девушки, функции какой-то подруги, и только потом вам станет доступна эта функция стать женой. И вот эта установка быстрее, быстрее, мне надо быстрее замуж, срочно, как можно скорее, мы с ним уже три месяца встречаемся, до сих пор нет предложения, да. Вот эта установка на длительной дистанции, она даёт вам очень смутные перспективы, вполне себе какие-то непонятные, и я уверена, это совершенно не то, что вы на самом деле хотите в своей жизни получить. Потому что, когда вы начинаете вот так торопиться, вы не успеваете посмотреть на качество, как бы вам самая цель получить, а какое качество уже не важно, то есть, как будто бы вас это не интересует. Но когда вы получите, то самый главный вопрос станет качество. Вы, когда покупаете новый телефон, вам дают на новый телефон один год гарантии, то есть, в течение одного года вы смотрите, как работает телефон. Качественно, некачественно, нравится, вам не нравится, вы можете что-то там подредактировать, изменить, исправить, да, то есть, вам дают гарантию. А в отношении вы хотите вступить на всю жизнь, да, то есть, если телефон мы покупаем максимум там на 5-6 лет, и то нам дают один год гарантии, то в отношения, которые вы хотите на всю жизнь, вы вступаете там через 3 месяца, через 6 месяцев, ну, все, как бы, 4 месяца повстречались, пора бы уже и замуж, часики-то тикают, да, как бы, время-то не безграничное, мне надо быстрее, быстрее. И меня порой вот удивляет то, с какой тщательностью женщины могут выбирать себе, допустим, платье на новый год, и с какой абсолютной пофигистичностью они выбирают себе партнера на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, пожалуйста, не нужно торопиться, потому что в погоне за скоростью вы теряете качество. Лучше фокусироваться на качестве, знаете, тише едешь, дальше будешь. Поэтому, девушки, не совершайте, пожалуйста, те ошибки, про которые я сегодня вам рассказала. Лучше изучайте психологию отношений, изучайте эту тему более глубоко и поверхностно. Избавляйтесь от своих вот этих вот ограничивающих убеждений, ограничивающих установок, которые, ну, поверьте, на дальнейшую перспективу, на длительный срок, да, планирования, они не принесут вам ничего хорошего. И если вы не знаете, с чего начать, как изучать эту психологию отношений, то я рекомендую вам мой пакет материалов, который так и называется «Хочу в отношения». В нем есть курс по влюблению, курс по выстраиванию здоровых отношений, гайд по переписке, гайд по играм, гайд по основным ошибкам. Там есть четыре нупи-техники, которые сделаны для того, чтобы ваше бессознательное перенастроилось на тот результат, который нужен вам. Поэтому, если вам это актуально, то я вам рекомендую именно этот пакет. Приобрести его можно на моем сайте, ссылка на сайт в описании. И, конечно, всех жду в своем телеграм-канале, потому что там я появляюсь чаще, там я пишу вам больше полезностей. И что еще хотела сказать? Да все, в принципе, можно и заканчивать. В общем, на сегодня у меня все. Всех люблю, целую. А, лайк этому видео, конечно же, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,